Я бы хотел поговорить со всеми с вами вот на какую тему. Сейчас очень часто поднимается вопрос, а есть ли у нас вообще в России на сегодняшний момент реальная оппозиция? Например, некоторые начинают называть представителей справа, слева, не важно, Навальный, Шевченко. Давайте подумаем и разберемся, что Навальный, что кроме критики о том, что все плохо, все воруют и все остальное, ничего нет. Но представьте, он завтра попытается стать президентом. А где программа? Что изменится? Что он противопоставляет сегодняшней власти? Не знаю, ничего. Другие говорят, так сказать, крен в сторону представителей, которые как бы нам предлагают некий такой попытку возврата или модернизировать советское какое-то прошлое. Говорят, что вот если вот такие, как Шевченко, это назад в прошлое, а весь мир, как некоторые политологи утверждают, двигается вперед. Во-первых, у меня сразу вопрос, а вперед это куда? Вы мне скажите, куда движется Америка или кто-то еще? Куда? Что у них за цель? Где этот план действия? Что будет завтра с каждым из них? Я не знаю. И что это значит? Все идут вперед, значит и мы должны пойти. Вы представьте, что вы начинаете ходить в лес потихоньку, отходите, отходите и чувствуете, что вы можете заблудиться. Наверное, вы вернетесь назад. Вместо того, чтобы идти и заблудиться окончательно. Не знаю. Знаете, у русских есть старая такая пословица у нас, у русских. Завтра Севкалоидс будет проявить, что ты с ними? Почему мы должны идти за кем-то? Тем более у нас даже сегодняшние правители говорят, что у нас свой путь. И еще, почему обязательно, когда говорят слово «назад», вспоминают только советское прошлое? У нас было хорошее царское прошлое, и это наши корни, это наше наследие. Почему не вернуться туда? Я иногда на улице у кого-нибудь спрашиваю, я говорю, вот как вы относитесь, если в России будет царь? Они говорят, а что царь? Царь у нас уже есть, он в Кремле. А мне в этот момент вспоминается фильм «Иван Васильевич имеет профессию», помните? А царь-то не настоящий. Вот так-то вот. Поэтому я не знаю, есть ли оппозиция или нет. Хочу и заодно у вас у всех поинтересоваться, по вашему мнению, есть она или нет. И какое она действие производит? Вы посмотрите, все как будто такое причувствие, что все замерло или умерло. Что вся наша оппозиция, хоть справа, хоть слева, больше напоминает имитацию занятия политиком, а не само действие. Вы меня извините, конечно, за такое неэфирное слово, но я это называю таким понятием, как политический анонизм. Действие вроде есть, но оно какое-то искусственное, ненастоящее. Кто-то скажет о так называемой национал-патриотической оппозиции. Но, к сожалению, отсутствие единства, постоянные какие-то разборки или, извините меня, попытка самопиара вместо общего дела, приводит к вот таким вот последствиям. Так вот мне и хочется вам всем задать вопрос. А вы поделитесь своими комментариями. Так есть ли у нас оппозиция? И что нам от нее мечтать?